А теперь, внимание, долгожданная новость. Мы получили результаты лабораторного исследования чая в пакетиках. На экспертизу мы отдали заварку и попросили специалистов исследовать ее, а также сам пакетик, который подвергается высоким температурам при заваривании. Провести собственное исследование мы решили после серии публикаций в СМИ о вреде такой заварки. Якобы пакетированный чай может вызывать рак. Ну а поскольку это самый любимый напиток для казахстанцев, мы хотели выяснить истину. Образцы чая наши корреспонденты сдали в Южно-Казахстанский национальный центр экспертизы. Результаты исследования у Александры Ким. В обычных супермаркетах мы купили две упаковки чая в бумажных пакетиках и в форме пирамиды. Чтобы исследование было беспристрастным, пакетики чая специалистам сдали без обозначения марок производителей. Образцы подверглись тщательной проверке. Сначала их несколько часов при температуре более 500 градусов обжигали в электропечи, добавляя при этом азотную кислоту и перекись водорода. Потом все, что не сгорело, поместили в анализатор, который определил наличие тяжелых металлов. Мы проверяли на безопасность, то есть токсичные элементы. Это четыре металла, значит, это свинец, кадмия, мышьяк и ртуть. Мышьяк и ртуть там не обнаружено, а свинец и кадмия, они ниже нормы. Значит, сам чай безопасен. Экспертизу упаковочного материала чая провели в отделении токсикологии полимеров. Пакетики замочили в дистиллированной воде на 24 часа. Затем добавили реактивы и поместили фотометр, который показал содержание в упаковочном материале токсических веществ. Мы проводили исследование на эпихлоргидрена. Эпихлор обнаружили 0,015 мг на литр. Это в пределах нормы. Норма 0,1 мг на литр. То есть чайные пакетики, вопреки мифам, тоже не опасны. Казалось бы, можно расслабиться и дальше без опасений пить чай в пакете. Однако аллергикам стоит быть настороже и внимательно изучить маркировку. Цифры и буквы обозначают ароматические вкусовые добавки, а также синтетический волокна, которые часто присутствуют в чайных пакетиках. Им могут стать сильнейшим аллергеном. Несмотря на положительные результаты, специалисты все же рекомендуют употреблять листовой чай. А еще лучше крупнолистовой. Он меньше подвергается обработке, а значит засорению всевозможными химикатами. Однако стоит помнить и о предосторожностях в употреблении чая. Не рекомендуют пить чай на пустой желудок. Перерыв между принятием пищи и чаепитием должен составлять не менее 20 минут. Еще один минус сонизирующего напитка он выводит из организма магний, который необходим нервной системе. Александра Ким, Виталий Зентинов, Информбюро, Южно-Казахстанская область.